Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, участники выставки. Приветствую вас от лица Самарской области. Меня зовут Анна Рабинович, я директор туристко-информационного центра Самарской области. В чат, если не затруднит, пожалуйста, напишите, слышно меня или видно ли. Жду обратную связь. Я благодарю вас за то, что вы выбрали для просмотра презентацию Самарской области. Мы сегодня выступаем дружной большой командой, туристические компании, гостиницы и интернет-портал Комуна Волги. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить за то, что выбрали Самарскую область. Мы выступаем одними из первых сегодня в рамках своей презентации. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить участников наших слушателей Самарской области на зимние праздники. Немножко уделю внимание логистике. Самарская область находится в достаточно хорошем транспортно-логистическом расположении. Сегодня уже в рамках официального приветствия участникам выставки мы рассказывали про логистику. У нас больше 130 самолетов еженедельно вылетают и в Узбекистан, Казахстан, из Москвы перелеты. И чуть меньше в Азербайджан, больше около 85 рейсов. Что касается непосредственно гостей наших из Узбекистана, у нас прямое сообщение. А с Наманганом есть несколько рейсов в неделю. И с Казахстаном хотелось бы отметить, что у Самарской области самое узкое место границы. И, конечно, тут более востребовано автопутешествие. Но вместе с тем, при формировании туристических программ мы рассматриваем в первую очередь прямое сообщение, которое существует сейчас. И сообщение авиа и ЖД через Москву. В Самарской области, помимо Международного аэропорта Курумачи, железнодорожный пассажирский вокзал является объектом посещения туристов. И достопримечательностью региона и туристы, все прибывающие на железнодорожный вокзал, они могут посмотреть на Самару с высоты птичьего полета, забравшись на смотровую площадку. Объекты размещения в регионе достаточно обширно представлены. Объекты категории 5 звезд, 4 звезды механом сегмента. Сегодня в нашей презентации будет присутствовать пятизвездочный отель, который расположен на территории Самары. Это гостиница 7-я авеню, которая тоже будет рассказывать о своих предложениях, программах и продуктах на ближайший зимний сезон. Но вместе с тем туристические программы и продукты, которые представлены туроператорами, они затрагивают разнообразные сегменты размещения. Поэтому вашим туристам от самых востребованных до эконом-сегментов будет комфортно в регионе пребывать. И для каждого мы сможем подобрать удобный вариант размещения. Разнообразие объектов культурного наследия, объектов посещения, музеев, театров делает привлекательным регион в любое время, вне зависимости от сезона и зимний период. В том числе наши объекты показа, музеи, гаверреи, театры будут принимать туристов. И сегодня будет представлено несколько программ, которые задействуют музеи, арт-пространство Самары и Самарской области. Объекты культуры – театры, которых на территории Самарской области большое множество. Театры оперы, балет академический театр имени Шостаковича. Именно на сцене этого театра была впервые озвучена Седьмая симфония Шостаковича, Самарская филармония и многие другие объекты, которые могут быть предложены гостям для самостоятельного путешествия. Зимние прогулки по Самаре, по Тольятти, по Сызрани действительно оставляют незабываемое впечатление в Самарской области. Активно реализовываются программы по благоустройству. И вы видите многочисленные объекты общественных пространств, которые преображаются, буквально превращаются в сказку в преддверии Нового года. Об этом будут рассказывать тоже наши туристические компании сегодня. Ну и многочисленные объекты, которые особого внимания заслуживают. Это загородные объекты. На территории Самарской области расположен Национальный парк Самарская Лука. В котором также находится заповедник. И самая высокая точка Жигулевских гор, гора Стрельной, из которой в любую зимний или осенний период, или летний, открывается потрясающий вид на Волгу и на просторы Жигулевских гор. Городские пространства открыты для прогулок и путешествий. Ну и в зимнюю сказку вы можете попасть не только посетив Национальный парк Самарская Лука, но и выехав в сторону Тольятти, в поселок Хрящевка, посетить замок Грибальди, который будто сошел с картин, транслируемых голливудских картин. Разнообразие активного отдыха в Самарской области и в Тольятти также представлены. Горнолыжные трассы, сок, склон, многочисленные катания на собачьих упряжках. Сегодня Светлана расскажет подробно о программах, именно связанных с активным отдыхом. И многочисленные разнообразные программы для семейных пар, которые тоже представлены на территории Самарской области. Международный фестиваль Жигулевское море в следующем году пройдет в Самарской области на территории акватории Жигулевского моря, когда полностью она будет скована льдом, и там в небо взводит большое количество кайтов и приедут люди со всех уголков России, не только, чтобы помериться силами и приручить силу ветра. И Волгоквест будет в этом году, об этом Светлана расскажет чуть попозже, тоже представит туристическую программу. В январе нас ожидает юбилейная гонка, кольцевая гонка, которая пройдет на машинах «Ладо Спорт», она пройдет в Тольятти с 13 по 15 января. Ну и многочисленные лыжные марафоны, соревнования, зимние фестивали, они тоже будут реализованы на всей территории Самарской области, интегрированы в туристические программы и продукты. Многочисленные объекты загородного и городского отдыха, это объекты ИСПА-сегмента, объекты, на которых расположены термо, источники теплые, тоже открыты для посещения. На слайде представлены Волгский термо, который находится в городе. Многочисленные буквально 20 минут езды от исторического центра Самары и загородные отели, которые тоже предлагают широкий спектр услуг ОСПА и отдыха. Коллеги, я не буду отнимать больше внимания, хотела предоставить дальше слово Марии Густаревой. Это как раз гостиница пятизвездочная, седьмая авеню, которая находится в географическом центре Самары и которая тоже готова представить свои программы и продукты на ваше обозрение. Добрый день, коллеги. Меня зовут Густарева Мария, являюсь руководителем отдела развития отеля «Седьмая авеню». Сегодня вас познакомлю с нашим объектом. Это пятизвездочный отель, который был построен к чемпионату мира по футболу. Соответственно, открылся в 2018 году и предлагаем 120 номеров под размещение групп. Сейчас технически все откроем, покажем презентацию и, собственно говоря, начнем. Как я уже сказала, находимся мы в центральной части города. Аэропорт – это порядка 40-50 минут на автомобиле. Готовы оказать нашим гостям помощь в подборе автобусов либо трансперов, встретить в аэропорту, помочь подобрать экскурсионную программу, потому что не все даже задумываются о том, что можно потратить время с пользой даже на пути к отелю и прослушать интересную информацию о том месте, куда, собственно говоря, приезжаешь. До железнодорожного вокзала у нас порядка 10 минут. Ну и, соответственно, также до речного вокзала. Приехать можно с любой точки в отель. Очень удобная локация. Расскажу немножко подробнее. Находимся мы в 10 минутах ходьбы от набережной города Самары. Это центральная часть. Поблизости находятся здания правительства Самарской области, Ледовый дворец, Самарская губернская дума, выставочный комплекс Экспо-Волга, ну и, соответственно, площадь Кубишева, наша самая большая площадь Европы, которая по площади занимает вместе со своими скверами. Рядом с нами в 10 минутах ходьбы находится Ледовый дворец, который недавно был реконструирован. В эти дни он принимает гран-при по фигурному катанию. Соответственно, гости могут очень удобно расположиться непосредственно у нас в отеле. Мы работаем как с индивидуальными туристами, так и с групповым сегментом. Соответственно, можем разместить всех желающих у нас в отеле. В летний период у нас работает пляжная зона, которая расположена на полевом спуске вблизи от отеля и предоставляем комфортабельные шезлонги и зонты, чтобы создать теневую зону и комфортабельные условия. Давайте теперь более детально познакомлю вас с нашими площадками. И начну с площадки, которая занимает 300 квадратных метров площадь. Находится на седьмом этаже. Это наш конференц-зал, который может быть разделен на перегородки 100 и 200 квадратных метров. Соответственно, организация различных деловых мероприятий, здесь событийных, ведь не обязательно туристы могут приехать и ходить только по каким-то локациям. Какую-то часть поездки можно организовать непосредственно и в самом отеле для гостей. Это довольно удобно. Если проводите какие-то выездные мероприятия для спортивных команд, командообразования, можно провести здесь квесты, можно организовать банкеты непосредственно на территории отеля. Из окон открывается шикантный панорамный вид на Волгу, на Жигулевские горы, на Национальный парк Самарская Лука. Еще одна площадка – это как раз откуда мы проводим трансляцию нашей небольшой переговорной комнаты, которая расположена также на этом этаже, рядом с конференц-залом. Перейдем дальше на второй этаж виртуально. На втором этаже у нас расположена галерея ресторанов. Она в себя включает несколько залов. На данный момент на слайде вы видите наш банкетный зал, который используется как под проведение банкетов, так и для организации шведского стола по утрам для гостей. Отмечу уникальную особенность нашей галереи ресторанов. Работаем мы круглосуточно, соответственно, при групповых заездах, ну, либо даже для индивидуальных туристов, готовы организовать питание в любой момент. Это очень удобно, особенно когда группы отправляются на какие-то программы и требуется раннее непосредственное питание. Можем организовать как питание по системе «шведский стол», так и комплексное питание предоставить, завтраки, обеды и, собственно говоря, ужины. Отдельно отмечу зал «Шамани», зал, выполненный в французском стиле. Очень часто используется питание групп, особенно на ужин. Также у нас гости очень любят посещать непосредственно этот ресторан, потому что создается уютная атмосфера в дни, когда по пятницам и субботам периодически приглашаем исполнителей для исполнения живой музыки в этом зале. Также на втором этаже у нас находится «Дзен-бар». Это зал, где на данный момент расположены караоке. Но в ближайшее время у нас достраивается еще один корпус. И, соответственно, караоке будет находиться в новом зале отдельно. Этот зал также используется как и для обычного питания, так и для различных мероприятий. Еще один наш зал в галерее ресторанов. Это зал в Асадуле с морским аквариумом, с отдельным входом со стороны улицы. Используется как для питания гостей, проживающих у нас в отеле, так и круглосуточно сюда могут прийти гости с улицы. Здесь же расположен гардероб и отдельный вход для этого, соответственно, очень удобен. Здесь же находится вип-комната, где можно организовать небольшие встречи. Сразу проговорю про наш продукт, который представляем в ближайшее время. Это наша самая волшебная ночь и предновогодние вечера. Ежегодно в Новый год у нас проводятся программы на седьмом этаже в конференц-зале. И для групп можем организовать отдельное празднование Нового года в любой момент, собственно говоря, в любом из залов. От 2600 рублей – это стоимость питания на человека. Уже сказал о том, что у нас в отеле 120 номеров. Это номера нескольких категорий. Это люксы, это поулюксы, стандарты, стандарты с балконом и джуниор-сьюты. Также есть отдельный номер для лиц ОВЗ. Можем организовать как питание в номерах, фуршеты, кейтеринг, завтраки, обеды и ужины для индивидуальных гостей, для группы и для каких-то мероприятий на выезде. В стоимость проживания у нас входит пользование аквазоной. Находится она на первом этаже. Это 25-метровый бассейн на три дорожки, сауна и соляная комната. Рядом расположен банный комплекс, где мы также периодически организуем не только отдых для гостей, но и различные программы. В новогодние праздники у нас будет два заезда, в которых банный комплекс в том числе будет принимать участие в рамках организованной программы с волжским ужином, карнавальной ночью и специальным парением. На восьмом этаже у нас находится СПА-центр. Гости также его могут посетить, собственно говоря, заказав какие-то дополнительные косметологические, массажные услуги либо программы. Про пляжную зону я сказала уже ранее. Здесь вы видите на слайде как раз фотографии. Так, вижу, параллельно пришел вопрос про парковку. Для гостей она бесплатная. Нужно просто предупредить заранее о том, что предполагается приезд на автомобиль, и чтобы вас сразу пустили на парковку. Пляжная зона в 10 минутах ходьбы работает с июня по сентябрь, в период, когда, собственно говоря, тепло на территории Самары. У нас также находится на территории отеля арт-галереи этажи, расположенная на всех этажах, и на ней представлена сменная экспозиция. Это картины наших самарских художников, которые отражают красоты нашего региона. Очень часто пользуются спросом проведения на территории отеля свадебные мероприятия, не только проживание по специальным тарифам, но и организация банкетной зоны. Если есть какие-то вопросы, буду готова ответить, либо, соответственно, передать слово следующему спикеру и сними вопросов. Коллеги, тогда презентация будет доступна онлайн. Ждем у нас в отеле. Всем добрый день. Вы меня или нет, скажите, пожалуйста. Спасибо большое. Светлана Семенова меня зовут. Я представляю деревню метровых собак в Келебро и Верак. И рассказываю о том мире, который знаем очень хорошо, и который у нас работает здесь вот на Средний Волг. Мы, деревня ездовых собак в Келебро и Верак занимаемся именно экологическим туризмом и культурно-познавательным туризмом. У нас ездовые собаки и у нас сейчас уже живут северные олены. То есть мы знакомим людей с миром и сливой природой. Очень удачное расположение, которое мы занимаем, хотя мы находимся все-таки немножко так подальше от Самары, но поближе в городе Тольятти. Вот мы находимся в одном из старейших лесов, это Гигадинский лес, Гигадинский гор в прошлом. Около достаточно старого и известного села Ягодное на берегу Волги. От нас до Волги буквально 800 метров. И здесь именно старые русские Волги. Плёвское море, большая акватория, а именно старые русские Волги. И вот вместе с нашими замечательными звездами мы проводим различные политические программы. И самое главное, что бы мы хотели представить, это именно туры, собаки, 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 прятки. Потому что обычно, когда люди приезжают кататься, собаки, прятки, где-то катают 500 метров, где-то километр. А мы делаем именно большие линии дистанции от 50 до 100 километров. Я немножечко покажу сейчас вот по нашей презентации, потому что я первый раз, что я сейчас в такой великолепном событии. Спасибо вам огромное. Ну и хочу сразу сказать, что мы именно живём в природе, окраиваемся в природе, людей мы сюда приглашаем именно для того, чтобы подружиться в природу. Ни в лесовых собак, ни в северных оленях. Почему мы север? Потому что, в принципе, сама собака начинается вот с северной территории России. Ну и плюс к всему, мы все являемся людьми и северным социативом. То есть мы взаимодействуем с природой. Ну и мы жили очень много на севере, и очень как бы наша Волга похожа на северные места. Это северная Карелия, это вот я была на Тишотке, муж у меня был как бы на Антаркете был, и на северном полюсе был. И наше замёсшее льдовое лого, она очень очень напоминает северную территорию. Вот, и поэтому издовые собаки, мы очень мечтали, чтобы издовые собаки ходили по Волге. Мы провели здесь несколько таких достаточно больших астапных проектов. Вот, и вот это у нас тяжелость. Саватка, где у нас тут много северных льдовых собак, очень много кто и катает на собаках. Ну, а мы занимаемся именно турами и сафари на собаках. Плюс к всему, мы приглашаем к себе, мы проводим достаточно большое количество разных различных праздников, различных фестивалей. У нас есть, например, такой праздник, называют он Лапландский праздник, Лапландский ухи. Это норвежская уха, или как бы финский клуб его называют, вот у нас есть такой этнический праздник, к нам приезжают дроворубы. Очень много людей к нам приезжают и в Германию, и в Африи. Люди участвуют в этих мероприятиях и играют. Ну, и, конечно же, катаются издовые собаки. В этом году мы катаем на северных оленях. Вот, и предоставляем различные-различные клубы, по-третью групп. Вот, единственное, что, конечно, наша площадка, она не такая большая, и мы не можем включать большое количество там, да, ну, например, там 150 или 200 человек. Группами от 12, как это человек, мы очень поспособлены и совершенно спокойно можем и катать людей от 10 до 17 километров. У нас есть маленькая кофейнка, в которой присутствует своя собственная домашняя кухня, наша каютка, кухня, то есть то, что мы сами умеем, то, что мы сами пробуем, сами едим, и мы используем, как бы угощаем людей. И плюс какие-то элементы, как бы северные кухни. Очень вкусно, что приезжают, у меня даже есть такие французы, которые приезжают на нашу лапландскую уху. И хотели бы мы, конечно, пригласить, рассказать о том, какие создаются программы здесь, на Средней Логе, инстинкционные маршруты, которые могут дуть от одного дня до трех дней. Вот буквально в прошлом году и в этом году мы тоже у нас проходят постоянно, вот, на годные туры на собачьих упряжках. Вот, и ребята наши выходят в путешествие. У нас есть все для этого. Есть подготовленные снаряжения, есть прекрасные снаряжения, профессиональные снаряжения, есть коммуниция, ну, в общем-то, все. Есть палатки, есть обучающий персонал, потому что эти ребята являются докторами экспортируемыми дуриумами, полифицированными. Вот, и многие из них, это гонщики на собачьих упряжках, которые непосредственно понимают, что они делают, и понимают именно собаку. Ну, а посетители наши обычно после таких исследований становятся немножко другими людьми, потому что они погружают, погружают в них живой природе. Я бы хотела, наверное, побольше сказать еще, об инфраструктуре нашей деревни, да, потому что у нас небольшая территория, она включается в один гектар, но у нас очень большой лес, которым мы пользуемся. Большая территория не только зимы, кстати, летом мы тоже работаем, но сегодня хотят организовать именно зимы и различные маршруты. Вот, и у нас есть маршруты на собачку пряжу 5 километров, 9 километров, 17 километров, 37 километров, 150 километров. Вот, мы находимся в каком месте, когда мы можем у собаках просто нахваться, и обык, и на Самарскую луку, Шегонский район, самые-самые красивые леса Мянского и Мамского края, потому что и наши леса, так же, как и Ядр, и Ядринский лес, так же, как и Жигулевский заповедник, так же, как и Национальный патрон Афгута. Мы в 2016 году входим в исследовательную резервацию в программе «Ингенция». У нас очень, очень богатая природа, очень много пандемиков, очень много интересных компаний. Смотрите, людей, которые есть именно экологический отдых, людей, которые хотят, возможно, единиться, возможно, научиться общаться с животным миром, возможно, ну, просто помедитировать даже, да, вот у меня сейчас, у меня здесь один человек, который пишет книжек, то есть очень нравится, он пишет, он пишет, это неколепно. Вот, и, кстати, для таких фототиплей мы расстраиваем глэнт, мы, то есть найти, что у нас, вот, 24 килограмма размещены, но, тем не менее, как бы, вот, можно приехать сюда и есть другие люди. Ну, собственно, я, что я хотела сказать, если у вас какие-то вопросы спрашивайте, когда нам добраться, как-то вообще к нам связать на этот момент, на этот момент. Вот, если есть какие-то вопросы, спрашивайте, опять-таки, могу передать слово к этому. Еще спасибо, я желаю здоровья, счастья, самое главное, держитесь на позитиве, бывайте чаще на природе, потому что природа, природа, это и есть спорт, это и есть вод, и у вас тут будет хорошо. Спасибо всем огромное, за внимание, до свидания. Я руководитель проекта необычных экскурсий по Самаре, город-курорт, и я бы сегодня хотела вам рассказать о том, что же такое у нас необычная Самара. Многие жители, гости нашего города привыкли считать Самару каким-то обычным, непримечательным, ложким городком, а цель нашего проекта «Город-курорт» развеять этот миф, и поэтому экскурсии от нашего агентства это необычный, интеллектуальный и познавательный вид досуга. На наших экскурсиях мы уже, в общем-то, восьмой год показываем, настоящую Самару, в ее действительно каком-то уникальном и необычном многообразии. И в наших экскурсиях нас ждет погружение в действительно удивительное прошлое нашего города, которое наполнено, поистине, можно покажется какими-то высокими словами, действительно наполнено романтикой и приключениями. Что мы предлагаем? Что мы предлагаем? Наше агентство, оно очень действительно такое, ну, агентство широкого масштаба, широкого спектра услуг, и если мы начинали с одной экскурсии по городу, которую проводила я сама лично, когда разработала эту экскурсию, то сейчас у нас действительно огромное количество разных многообразных и интересных мероприятий. Мы предлагаем посещение так широко разрекламированных достопримечательностей, как Бункер Сталин, Пивоваренный завод, Замок Гарибанди известный, так и организуем сложно сочиненные эксклюзивные маршруты по городу и по области, такие как экскурсии иммерсивные, экскурсии с театрализованными элементами, прогулки по непарадной Самаре, гастро, эко-тура, экскурсии на крыше, даже на крыше и на подземелье, а также у нас огромное количество музыкальных программ, кинопоказов, дегустаций и также есть езды и туры по России. Но в любых, даже, казалось бы, тривиальных поездках по достопримечательности у нас есть свои изюминки, которые делают наши программы поистине незабыванными и скучными. Почему мы, да, хочу немножко рассказать о наших преимуществах, тут слайде не указано, но, наверное, первое наше такое преимущество это то, что мы проводим экскурсии по расписанию. Гостям, которые приезжают в наш город, совершенно не обязательно заказывать какие-то дорогостоящие маршруты, там, планировать какой-то индивидуальный тур и прочее, очень легко зайти на наш сайт, городкурорт.ком, так и называется, и, в общем-то, выбрать любую программу, которая проходит удобный для вас день. Как правило, в зимний период времени проводим экскурсии по выходным, у нас выходные проводятся от 5 до 15 в один день различных групповых программ. В новогодние праздники мы проводим экскурсии каждый день, и количество программ в один день достигает до 20 штук, и, собственно, то есть это выбор, ну, как вы понимаете, он огромный. Также, действительно, у нас очень оригинальный маршрут, и вот название нестандартной экскурсии в нашем агентстве появилось не случайно. В наших маршрутах сложно найти сухие пакты, какие-то из путеводителей, стиражерные байки из интернета. Уникальный узор наших экскурсий сплетен из истории, легенд, которые подкреплены, конечно же, архивными свете и рассказами очевидцев. Изюминки – это такая вот наша фишечка. Нам скучно просто водить экскурсии по городу, хоть на оригинальные телы, поэтому стараюсь почти в каждую программу добавить посещение какой-либо необычной локации. Пусть это будет закрытая крыша торгового центра, ресторанного особняка, ресторан-музей, заброшенная церковь, многое другое. Например, вот фото, которое видите на слайде, это летняя фотография с нашей безумно популярной программой, она называется «Джаз на крыше». Только за лето этого года ее посетило более двух тысяч человек. Наши экскурсоводы тоже, это наша настоящая гордость, ценности от рады. Это действительно тот случай, когда профессионализм сочетается с потрясающей эрудированностью, бесподобным чувством юмора и огромной любовью к Самаре. И, конечно же, бездное паяние. Еще мы очень открыты к трендам. И, как я уже говорила, мы действительно давно вышли за рамки обычных программ. И с каждого года добавляем все больше и больше каких-то интересных трендов в наши экскурсии, в том числе с элементами шоу. Например, в этом году у нас появились экскурсии с элементами театральных восстановок, иммерсивные экскурсии с участием актеров. И также есть очень популярные барные туры, программы также «Сфайер-шоу» и «Гастер-шоу». Авторские, конечно, у нас все программы. То есть мы, все экскурсии, работали или лично мной, или нашими экскурсоводами. То есть мы не перепродаем чужие услуги. И отзывы, это тоже действительно наша большая гордость. В открытых ресурсах можно дойти более 3000 отзывов о наших программах. И благодаря этому действительно люди нам доверяют. в Самаре и в общем-то гости, которые приезжают из других городов. Что зимой? Что мы можем проложить зимой? Всем кажется, что Самара – это такой летний город, у нас волка, закаты наши потрясающие розовые. Зимой мы скучно и унылые. На самом деле это не так, конечно же. Зима – это не повод сидеть дома. И сказочные зимние деньки, когда вся страна наслаждается предвкушением Нового года или уже состоявшегося Новым годом. Мы тоже проводим интересные экскурсии, которые пользуются большой популярностью. Уже наши коллеги говорили, конечно, о путешествиях в питомнике Хаски и Маламутов. Мы туда тоже организуем туры. Можно у нас пойти на нашу экскурсию, записаться на нашу экскурсию и на комфортабельном автобусе из Самары. Мы можем доехать до Серебра-Севера, например. Попутно мы посещаем еще замок Гарибальди, невероятно красивый, который зимой похож на заслеженный Хогвартс. И, в общем-то, также побили туру с собачками. Есть у нас туры к северным оленям, на эко-фермы, где нас ждут овечки, козы, баламуты. Это деткам всегда очень тоже интересно. Есть у нас экскурсии на сыроварни. Потрясающая программа через Волгу до воздушных подушек. Такое, да, это развлечение, которое нас самарцам уже не удивить. А вот гости города всем безумно это нравится. То есть по льду эта вот воздушная подушка едет на другую сторону Волги. И там вот, в общем-то, в селе Подгоров мы дегустируем более 30 сортов с сыром. И есть у нас также вот чисто новогодний программ. Например, называется «Новогодние огни Самары», которая подразумевает в себя путешествия по праздничному украшенному городу. Дед Морозов с Егурочкой. В общем, действительно шуткой, прибаутками веселая такая развлекательная, не скучная программа. Мероприятия наши, о которых тоже я немножко уже говорила, проходят у нас, конечно, экскурсии не только на улицах, но и в помещениях. Так, например, в этом году, вот первую картинку, которую вы видите, мы решили замахнуться на празднование самого Нового года. Если раньше у нас в предыдущие все годы, все программы начинались 1 января, то теперь мы решили устроить новогодние программы с 31 на 1 и замахнулись ни много ни мало на ремейк «Иронии судьбы» по-самарски. Пока все секреты раскрывать не буду, но будет проходить Новый год на советском стиле. Благодаря сценарию, актерам, гости могут почувствовать себя героем любимого фильма. Также у нашего агентства есть собственный лоуфт, очень красивый в центре города. Там приходят у нас кинопоказы при свечах. Также мы проводим, тоже здесь вот видно фотографии, в безумно красивом бутике-отеле, джаз при свечах. То есть это музыкальный вечер в камерной обстановке, с живой музыкой, вкуснейшими закусками, такое настоящее светское мероприятие. И вот купола, которые вы видите, это купола расположены на крыше торгового центра. Тоже очень красиво оставлен. Там у нас проводятся винные дегустации. Тоже безумно популярное мероприятие. Самаре с любовью это наш слоган. И вот это вот справа видите такую вот картиночку. Это наша Самарская область. Она действительно в форме сердца. Это один из наших авторских принтов. У нас есть у нашего агентства собственный мерч, модный такой слог. По факту это свирная продукция. Различные футболки, худи, кружки. В общем, все мы это сделали для того, чтобы, собственно, гости нашего города могли себя порадовать сувенирами. И сейчас действительно наше агентство, оно более 50 тысяч гостей принимает ежегодно, которые остаются с большим впечатлением от Самары, от наших турпродуктов. Более 150 авторских программ у нас в агентстве. И действительно я очень горжусь тем, что большая часть этих программ, она не имеет аналогов не только в Самаре, но и по всей России. 20 профессиональных экскурсоводов проводят у нас экскурсии, работают в нашей программе. Популярный блок у нас есть в той соцсети, которая запрещена называть, и в ВКонтакте, также в Телеграме. Более двух-трех тысяч положительных отзывов. И вот линейка сувенирной продукции, уже я говорила, она у нас есть. Также мы выпускаем путеводителя Самаре, то есть есть у нас, так скажем, такие вот толстенькие онлайн-книжечки, где можно прочитать все о самарском досуге. Называется «200-300 лайфхаков по Самаре». То есть вы покупаете эту книжку, и все, у вас больше, большого счета мысли нет о том, чем заняться на Самаре, куда пойти, где жить, где кушать. И также одной из наших важных миссий нашего агентства, я считаю, что является глобальной популяризацией мутанива туризма в нашем городе. И через наши соцсети мы не только продаем наши туры, конечно, мы еще транслируем большую любовь к нашему городу и рассказываем жителям и гостям о красоте, уникальности и необычности Самары. И благодаря этому действительно очень много людей влюбляется в Самару. Вот можете найти нас в любой соцсети, город-курорт, так мы называемся. И очень меняет, так скажем, гордо, что у нас подписчики не только самарцы, но и жители других городов, которые, в общем-то, читаются про Самару и ей вдохновляются. Что я могу сказать? Наша экскурсия действительно возможность погрузиться в мир истории, тайн, какого-то волшебства, какой-то зимней сказки и взглянуть на город с другой и с очень неожиданной стороны. Мы очень любим Самару и с огромным удовольствием готовы делиться этой любовью с вами. Так что ждем вас в городе-курорте, в зимнем городе-курорте. Вот тут на последнем слайде презентации есть наши контакты, как я уже сказала, по названию город-курорт нас легко найти любой соцсети, сайт наш город-курорт.com и, конечно, я вас приглашаю на вгость, приглашаю в Самару. Очень всех ждем. Если есть какие-то вопросы, задавайте, буду рада ответить. Если нет, то спасибо большое. Приезжайте в гости, приезжайте в Самару. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Жду свою презентацию. Ага, спасибо, появилась. Так, сейчас начнем. Очень рада всех слышать, рада приветствовать и хочется в который раз пригласить гостей в наш замечательный регион Самару. Наша компания называется профцентр, туристическая компания профцентр. Мы работаем на рынке 25 лет. Это одна из старейших компаний на Самарском рынке. И я ее руководитель, Мартынинка Елена. Поэтому приятно познакомиться. мы работаем в разных направлениях и очень любим свой регион и позиционируем его вместе с другими коллегами, как жемчужин курорт в Поволжье. Продвигаем наши природные ресурсы, необыкновенный парк Самарская Лука. Мы организуем путешествия с сочетаемые с драйвом, с лучшими красотами. От маленьких групп и до проектов, в которых одновременно принимает участие и до тысячи человек на экскурсионных маршрутах у нас одновременно может принимать участие 800 человек. Поэтому тоже об этом расскажу. У нас есть и нестандартные туры, и авторские программы. И мы занимаемся профессиональной организацией отдыха в наших лучших локациях Самарской области. Это туристические базы. Мы работаем практически со всеми туристическими базами, и жители нас знают, и у нашего менеджера можно получить информацию по свободным местам, по лучшим местам, по выбору своего отдыха с детьми для молодоженов и так далее. И собственно, кроме самой главной улицы России Волги, у нас еще есть очень много притоков Волги, где также любят отдыхать наши жители, они знают такие изюминки. И те гости, которые поинтересовались таким моментом, они тоже для себя открывают очень много неожиданностей вот в таких природных локациях, на реке Сок, на реке Уса, на реке Кондурча. И вот таких у нас названий очень много. И там расположены очень комфортабельные базы отдыха. Кроме этого, у нас есть санаторий курортное лечение. В лучших санаториях мы обладаем знаниями о лечебной базе, и они у нас очень хорошие. И соответственно, можно отдохнуть в наших санаториях тоже в разных муниципальных районах, в том числе на Волге. У нас есть санаторий администрации президента. И количество дней рекомендуемое для отдыха это от 10 до 21. И отдых можно сочетать с экскурсионными программами. Мы профессионально занимаемся детским туризмом. И сама я являюсь ответственным секретарем Российского союза индустрии по детскому туризму. Поэтому если у вас возникает желание привезти сюда группу детей, то добро пожаловать. Я думаю, что можно будет не беспокоиться кроме интересной программы. Мы конечно предусмотрим все моменты с детской перевозки, с организацией программы. Мы занимаемся еще организацией мероприятий под ключ. Это деловые мероприятия, которые в нашем городе проходят. Мы принимаем участие как соорганизаторы в мероприятиях всероссийского масштаба и работаем с большими группами туристов одновременно. И также в нашем офисе есть билетный сервис и есть люди и заказчики, которые пользуются такими услугами. Естественно, обзорной экскурсии и вариантов очень много. Это и для молодоженов, это и для детей, это и для семей, и для профессионалов. И непосредственно, например, архитектура города, то есть это ведет профессионал, который рассказывает об изюминках. Я специально здесь не поставила наши православные храмы, они будут дальше, они очень красивые, замечательные, но вот такое сочетание разных культур, для такого сочетания наш город совершенно уникальнейший, то есть и католические соборы, и протестантская кирха, и синагога, и деревянное зодчество, и модерн, и те, кто приезжает в наш город и может оценить вот эти объекты, они, конечно, уезжают в восхищение и рассказывают, говорят нам о том, что, ну, как мало вы рассказываете о своем городе, поэтому здесь вы увидите полное многообразие архитектуры и сочетание Волги, у нас пляж на Волге, да, об этом коллеги уже рассказали, и в перерывах на обед мы бегаем купаться летом на Волгу. Одно из наших направлений для нашей компании важное, это туристические поезда, и мы делаем не только по России, их мы делаем по Самарской области, вот, наша компания одна из первых в 2012 году запустила туристические поезда по России, это было таким прорывом, что регион вышел опять на такое направление, и мы не только свозили в города в Москву, там, Нижний Новгород, в Пензу, но и единственный поезд повезли на Олимпийские игры в Сочи, поэтому это был, наверное, вообще наш самый сложный маршрут в жизни, я думаю, что такого, наверное, еще пока больше не повторялось, три дня наши жители жили на лайнерах и были из других регионов гости, вот, и кроме этого у нас есть еще наши проекты, это вот туристические поезда, которые мы отправляли с 2012 года, это театрализованные представления, фотосессии, костюмы, и, в общем, все это у нас уже давно, конечно, мы этому уделяем эмоциям большое значение. Туристические поезда по региону, вряд ли есть такие регионы, в которых ездят на достаточно стабильной основе туристические поезда, вот у нас они ездят, у нас такая прекрасная железная дорога, которая проходит не по промышленным зонам, а по вот таким красивым, с красивым визуальным сопровождением, это и Самарская Лука, и Волга по одному направлению, и горы Жигулевские, и леса, и просто потрясающе даже вот ехать и смотреть в окно, поэтому такое путешествие занимает у нас по области от 5 до 12 часов, смотря куда мы едем, и у нас есть такие маршруты, как Волжская Кругосветка на поезде, Жигулевская Кругосветка на поезде, все знают бренд Жигулевская Кругосветка, вот он, но у нас есть на поезде, в основном это, конечно, такие экологические маршруты, это изюминки, город Жигулевск, это город Тольятти, это Сызрень замечательная, все колоритные города отличаются друг от друга, свои потрясающие архитектуры, истории, людьми, гостеприимством, но везде оно очень теплое, и гости его очень запоминают, и нам очень приятно, когда мы на своих маршрутах встречаем гостей, а я приехала из Катеринбурга, а я приехала из Краснодара, да, специально там на ваш поезд, поэтому мы надеемся, что из Белоруссии, из Азербайджана, из Армении, из Грузии, к нам поедут гости и попадут вот на такие наши чудесные маршруты. Вот такие Степан Разин, да, это как раз легенда, которая связана с нашим краем, вот в поезде мы грабим туристов, да, они об этом не знают, поэтому такая вот интерактивная часть, она всегда присутствует, мы не просто едем, а дорога проходит очень незаметно. И и хочу отдельно рассказать о нашем маршруте, который мы делаем четвертый год, это такая готовая откатанная программа, трехдневная в нашем городе, почему Рязанов, потому что он у нас родился, и к Кальдару Александровичу мы относимся с большим уважением, и мы делаем вот такую программу, вылизанную, четкую, да, которую вот четвертый год посещают туристы, и еще ни один не уехал недовольный, они пишут нам теплые отзывы, говорят, что расскажут об этом нашим знакомым, поэтому мы приглашаем вас. Называется она «Новогодние приключения в городе Эсс» или «По иронии судьбы». Трехдневная программа, основанная на сюжетах новогодних комедий Эльдара Рязанова. У нас есть еще летняя программа «Невероятные приключения в городе Эс» или «В поисках золотого клада». Это летняя программа. Сейчас мы рассказываем про новогодние, и вот они выстроены на сюжетах Эльдара Рязанова. Проживаем мы в 7-ой авеню отеля, о котором рассказал наши коллеги, очень благодарны за поддержку нашего проекта. Это базовый отель в нашей программе. Мы в первый день у нас экскурсия, которая называется «Куда вы меня несете на встречу твоему счастью» в новогодний Самаре с посещением музея Эльдара Александровича Рязанова, художественный музей. Это просто шикарный музей, где наши туристы говорят «А почему у вас это все не под стеклом?» Мы говорим «Ну вот так вот». Да, смотрите на наши сокровища с такого доступного расстояния и любуйтесь нашими русскими художниками. Потрясающая коллекция также не оставляет никого равнодушными. В музее Рязаново у нас тоже интерактивная программа, и музей это тоже как бы наш партнер в реализации такого тура. естественно это дегустация, которая называется «Вы же не пьющие, как это не пьющие, очень даже, с пятью сортами жигулевского пива и истории самарского пивоварения». Ужин какая прелесть, какая прелесть, это ваша заливная рыба, которая проходит в отеле «Седьмая авеню», и мы сюда приглашаем тоже нашего партнера, компанию «Волжский осетр», который приходит с осетром, с икрой черный, и рассказывает Оксана, директор компании, рассказывает сама о действительно уникальном объекте, который есть на территории нашей Самарской области. И для стойках, конечно, 100 грамм, не 100 грамм, 100 грамм, дернишь, не остановишься. Это баня-пати для стойких в отеле «Седьмая авеню», где у нас происходит даже взвешивание на брудершафт и закусывание шоколадкой, и всё как положено. Поэтому это первый день, который вот такое знакомство. И начинаем мы свою программу тоже особым образом мы приветствуем своих туристов ретроспективой, которой играют наши сотрудники. Вот поэтому я сама вступаю в роли Прокофьи Людмиловны, Людмилы Прокофьевны. Но вот мы это делаем от души. Второй день у нас связан с тем, что мы посещаем музей Самара космическое, рассказываем о нашей космической отрасли в экскурсии, есть ли жизнь на Марсе или всё о самарском космосе. Наш экскурсовод очень профессиональный, выискивает факты и есть нам что рассказать о наших космонавтах и байке и истории. И заканчивается катание на оленях мы поставили вот с прошлого года, тоже большое удовольствие доставляет. И вечером весьма праздничный глубоко тематический ужин, карнавальная ночь с ведущим, с банкетом, с танцами. Ну вот как бы это такое серьёзное мероприятие, где ну просто прибавляется позитива по нарастающей. И третий день у нас делится на несколько моментов. Мы, естественно, это делаем перед Рождеством, посещаем наши соборы и даже попадаем на колоколаги Ургерского собора. У нас есть экскурсия гусарской баллады с посещением уникального частного музея, с шикарной коллекцией мундиров. И опять же как бы мы делаем акцент на фильмы Ильдара Александровича «Зигзаг удачи» у нас в данном случае представлен катанием на судне на воду с душной подушкой. Это такой драйв. И третий день, естественно, когда подходит к концу, мы от наших туристов слышим «Боже мой, ну кто бы думал, что вот в январе месяце в такое зимнее время, в холодное, да, слава Богу, к нашим праздникам замерзает Волга, да, как обычно, даже на ней можно ездить, по ней можно ездить, но мы соблюдаем меры предосторожности, мы катаемся только на воздушных подушках. Боже мой, говорят, как же, мы даже не представляли. И даже есть у нас друзья в Самаре, которые нам задавали вопрос, ну что вы к нам зимой едете? А после таких маршрутов они рассказывают и приглашают сюда своих друзей и коллег. И, в общем-то, эта программа, да, дороже вас у меня уже вот несколько дней, никого нету, когда мы становимся все друзьями, родными, тепло прощаемся, ну, наверное, до летней программы. Есть у нас программы, и которые для маленьких, для маленьких групп, от четырех человек, на индивидуальном транспорте, на брендированных машинах «Лада», которые брендируются самим заводом «АвтоВАЗ». И эти туры называются «Короткий тур Самара селфи-пати» трехдневный и «Гранд селфи-пати Самара-Волга-Итальяти», где мы делаем фотосессии, посещаем самые лучшие локации, в том числе зимой. И вот коллеги рассказывали, и питомник, и серебро севера, и замок, и мыс красоты, и летние локации, напоминающие какие-то другие страны, все это есть в нашем регионе. По детским группам могу сказать, что у нас детские маршруты на туристических поездах в том числе, до 700 человек детей на одном маршруте, поэтому, понимаете, какая-то ответственная работа, это соблюдение мер безопасности, кроме этого еще и добавилось санитарно-пезиологическое норме, то есть это все мы делаем, привозите сюда смело свои группы детей, мы рады будем их принять. Туристические базы на Волге рассказала, сейчас работаем с новогодними заездами, в этом году ждем от баз отдыха, чтобы побольше поставить с новогодними банкетами, но объекты у нас все очень оборудованные, красивые, впечатляющие, в разном лесу, есть и сосновый лес, есть и смешанный лес, есть и со спа-комплексами, есть и такие, где можно уединиться и на любой вкус, поэтому можно провести отпуск, сочетая экскурсии и отдых вот в таких рекреационных зонах. Вот драйвы на машинах, драйвы на мотоциклах, у нас есть потрясающий музей Мотомир, где представлено более 125 единиц мототехники на ходу. Это сокровище 30-40-х, 30-40-х годов прошлого столетия, и особенно иностранные делегации очень любят покатушки вот на такой технике по нашему лесу, по деревням, ну в общем мы гоняемся нашими песнями вот таким образом. Поэтому спасибо вам большое за внимание, экскурсионных программ по городу у нас также очень много, если уж мы беремся за какой-то проект, делаем его от начала до конца с учетом эмоций, и я думаю, что наш профессионализм и опыт работы тоже один из критериев, который позволит выбрать нашу компанию, и мы очень вас ждем. Коллеги, добрый день, слышно ли меня? Поставь, так, здесь же что-то. Мамочку. Слышно, отлично. Коллеги, меня зовут Ведюкина Татьяна, я являюсь руководителем туристической компании Ульянки на прогулке, туроператор Marule Travel. И вот второй слайд я вам оставлю. Запишите, пожалуйста, наши контакты. Если вас интересует программа по Самарской области или если вам есть что презентовать от себя, вы обязательно присылайте к нам на почту либо в любой мессенджер по указанному номеру телефона. А теперь мы с вами поговорим, почему же компания Ульянки на прогулке. Если интересно, почему такое название, наверное, сейчас я не буду на этом останавливаться, напишите нам, либо напишите в чате, я отвечу. А я вам расскажу, почему стоит выбирать Ульянки на прогулке для организации своего отдыха в Самарской области. Первое, это доступные туры для разных категорий населения. Мы умеем работать с разными категориями, мы работаем со школьными группами, с крупными корпорациями, мы работаем со сборными группами, с самарским туристом, мы работаем также на прием туристических групп. То есть это сформированные туры для приема туристических групп. В основном все наши туры все равно ориентированы на Самарскую область. То есть мы показываем город, мы любим город Самару, но если есть выбор два дня показа, мы обязательно с вами поедем в Самарскую область. Это моя позиция, то есть я люблю внедрять темы экологического потребления, люблю прививать любовь к природе, и если выбирается, куда поехать на выходные с друзьями, с детьми, с мужем, то это всегда область. Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное стратегическое партнерство. Нашей компании всего 7 лет, но все, с кем мы начинали и с кем мы продолжаем работать, все также работают. И у нас даже есть такая шутка, что в крупных корпорациях в Самарской области сменилось руководство, а экскурсионная компания, которая обслуживает данные корпорации, до сих пор одна и та же. У нас очень удобная система оплаты. Удобная система оплаты и для туриста, то есть мы работаем и по СБП, и по эквайрингу, система рассрочки оплаты, но также для вас, как для агентов. Например, вы не хотите принимать деньги от туриста на себя, вы принимаете, отправляете их на нас, мы принимаем, а вашу же комиссию вам переводим любым удобным для вас способом. У нас уникальные маршоты, мы зарабатываем их сами, и тоже есть такая шутка, не шутка, а правда, в любой шутке есть правда, моя новая машина за три года проехала 100 тысяч километров по Самарской области, потому что мы сами разрабатываем маршруты, мы каждый закоулок смотрим, какие-то объекты у нас стоят, что они появятся в новом году, какие-то объекты мы посмотрели, решили, что использовать в ближайшие годы мы их не будем, какие-то объекты мы обсуждали с муниципалитетами, что если вы внесете какую-то инфраструктуру, то возможно мы привезем к вам сюда туристов. Список большой, маршрутов очень много по Самарской области, разрабатываем сами. У нас менеджеры с туристическим образованием, у нас вообще принята такая концепция в компании, что все должны быть с образованием, с профильным образованием. Все экскурсоводы у нас с профпереподготовкой в экскурсоведении, все менеджеры с туристическим образованием, то есть они умеют решать сложные задачи, которые вас могут коснуться, если управленец, то он с управленческим образованием, если бухгалтер с бухгалтерским образованием, а никогда все перепутано, как мы говорим. То есть у нас не может быть экскурсовод-управленца. Так не бывает у нас. У нас менеджеры работают с 9 до 9 каждый день. То есть всегда вы можете в это время позвонить. На самом деле они работают с 7 до 12, когда вы можете им написать. Помните первый слайд, который я вам показала? Там вы можете написать менеджеру. Произошла какая-то острая ситуация. Турист опоздал. Турист, я не знаю, заблудился где-то, куда-то ушел, что-то потерял. Он может всегда написать менеджер, и менеджер эту проблему решит. У нас была такая ситуация. Мы отправляли туристов в Беларусь в этом году, и турист уехал из Самары, улетел на аэрофлоте, знаете, пересадка через Москву, улетела из Самары и перестала выходить на связь. В субботу еще родственники ее искали. В воскресенье позвонили нам. Конечно, мы позвонили туроператору, принимающей стороне, но туроператор в воскресенье не работал. Мы открыли программу, наши менеджеры открыли программу, нашли тот отель, с которого она должна была выехать в эту ночь, позвонили в отель в Беларуси и уточнили, выезжал ли турист, жива ли она вообще. На самом деле ситуация оказалась очень банальной. Турист потерял телефон в Москве и уже дальше продолжала путешествовать без сотовой связи с родственниками. Но родственник мы успокоили. То есть наши менеджеры умеют решать сложные задачи, какие бы ни произошли на вашем маршруте с вашими туристами в любых ситуациях. Следующее. Мы используем весь безопасный транспорт и весь транспорт у нас, мы видим Поглонас. Мы не пользуемся услугами частников, это тоже принципиальная позиция компании. То есть мы смотрим Поглонас, где находится наш транспорт, какой ситуации в пробке, когда турист нам говорит, а вы знаете, мы в пробке стояли. Мы говорим, мы знаем, что вы стояли в пробке. Мы также знаем, что вы стояли в пробке 15 минут. То есть мы все видим, что происходит. Также мы записываем всегда записи разговоров, мы видим все переписки. То есть такого, что куда-то все ушло и никто не увидел, такого у нас не бывает. Следующий. Экскурсоводы с корочками. Здесь тоже вопрос про образование. То есть наши экскурсоводы настолько увлечены тем, чем занимаются. Они постоянно повышают свою квалификацию. На сегодняшний момент 49 экскурсоводов отработало за летний период у нас. Они постоянно повышают квалификацию. Кто-то в одном силен, кто-то в другом, кто-то в двух силен темах. И хотелось бы здесь привести пример. У нас есть экскурсовод, с которой я ездила, не со всеми получается, с которой я ездила с ЛПФ, с лицами принимающие решения на эту экскурсию. И она рассказывала один текст. Когда она везла школьную группу моих детей, то она рассказывала, по этому же маршруту, то она рассказывала уже другой текст, адаптированный для школьной группы. То есть наши экскурсоводы умеют работать с разными аудиториями и делать так, чтобы им было интересно. А сейчас я вам расскажу про два тура. У нас с вами будет всего два тура приема в Самаре в зимний период. И первый из них – это «Стань самарцем на три дня». Почему самарцем? Тур апробирован уже третий год в этом году будет. Этот тур гарантированный, проходит каждую неделю. Даже в минус 35. Мы ездили в прошлом году, было минус 35, ни один автобус не завелся. Водитель пришел, механик пришел, водитель прошел медкомиссию, автобус не завелся в минус 35. Другой тоже. Но у нас есть очень классная команда диспетчеров, которые нашли, что возвращается автобус из Нижнего Новгорода с нашей компанией. И они быстренько подготовили документы на новый автобус, посадили водителя, помыли автобус, и автобус выехал ровно по списанию. То есть здесь тоже про работу в стрессовых ситуациях. Мы умеем быстро работать, мы умеем работать качественно. Итак, «Стань самарцем на три дня». Все программы, которые предложены в туре, очень востребованы самарским жителем. То есть путешествуют самарские жители в первую очередь. Но также мы рады видеть и ваших туристов. Итак, первый день. Посещаем Самару. Конечно, посещаем Самару, смотрим Бункер Сталина, посещаем художественный музей, сделаем какую-то вкусную гастрономическую штучку, съедим ее или заберем домой. Второй день. Поедем с вами кататься на маламутах. Кто-то здесь у нас было с вами представлено серебро севера, а мы здесь поедем кататься на маламутово поляну. Маламут-ленд сейчас они называются. Поедем к зимнему замку Гарибальди, пообедаем в ресторане на берегу Куйбышевского водохранилища с красивым видом, с панорамным. Все увидим. И закончится наше путешествие в уникальном комплексе сауны с хамамом мором и парной. То есть берите с собой купальники. Вообще все наши туры зимний период, да и в летний период берите с собой купальники. Летом купаемся в Волге в озерах, зимой будем купаться в термах, всевозможных термах. Третий день. Третий день. Конечно же, хочется уехать из города за Волгу. Видели на первой презентации Анна Михайловна показывала, как Волга проходит через весь наш город. И хотелось бы посмотреть город с другой стороны. И вот на третий день мы с вами смотрим на город с другой стороны. То есть мы переезжаем на ту сторону Волги, на Омике. Либо новый теплоходик у нас пришел, либо если встанет Волга, мы пойдем на судах на воздушной подушке, посмотрим Самару, продегустируем сыр, продегустируем пиво местное, продегустируем копченые деликатесы, мастер-класс у нас будет. Посмотрим на монастыри, пофотографируемся, пообедаем и вернемся в Самару в 4 часа. И здесь мы вас отпускаем уже к себе. Стоимость тура. Если вы хотите сами выбирать для своих туристов проживание, то стоимость просто экскурсионной программы 10-800. Вы можете присоединяться просто к определенным турам. У нас есть расписание наших сборных туров на каждый день в течение январских праздников. Есть расписание в летний период, это вообще каждый день. Но в зимний период все равно это будет ближе в выходные. Пятница, суббота, воскресенье. Мы даем также программы с размещением в двух отелях. Это 7-ая авеню, которая была тоже представлена. И купеческий особнячок, граф Орлов, 4 звезды. Стоимость вы видите. Для тех, кто дослушал меня до этого слайда, комиссия 15%. Мы с нее всегда начинаем. У нас очень удобная система присоединения к агентским договорам. Очень хорошие менеджеры, которые с вами работают. Но для тех, кто дослушал, мы дадим комиссию 20%. И давайте с вами придумаем промокод. Сейчас прям очень быстренько. Промокод RED. Если вы напишите к нам на почту, либо куда-то назовете промокод, ваша комиссия будет на все экскурсионные туры по Самаре и Самарской области, по приему и по экскурсионным, да, однодневным турам 20%. Это для тех, кто дослушал. Едем дальше. Второй тур. Как обещала, самарские каникулы всего два раза будем проводить в этом году. Это тур в январские праздники и февральские праздники. И начинаем. Первый день мы встречаемся всегда в районе железнодорожного вокзала. Мы подстраиваем свой маршрут под поезда. Но вы можете приехать заранее в Самару, либо прилететь на самолете и приехать уже на точку сбора. В 10 мы встречаемся в районе железнодорожного вокзала, едем на обзорную экскурсию по Самаре, смотрим наши самарские культурические особнячки, заезжаем в бункер Сталина, обедаем в кафе города и дегустируем наше жигулевское пиво. Куда без этого. Второй день. Второй день. Мы едем с вами, берем купальники, едем в термы. Волжские термы, в Новокубежске рассказывали в нашей презентации. 10 сауны-бань, 6 горячих бассейнов. Самарские жители очень любят и с ближайших областей тоже любят приезжать в эти термы. Классно, круто, интересно и тепло. Самое главное в зимний период. Далее посещаем парк дружбы народов. Это 20 национальных домов и подворьей. Чаепики с национальной выпечкой также нас ждет в этот день. Третий день. Третий день. Мы выезжаем на Царевкурган, как я говорила, хочется области посмотреть на Самару с какой-нибудь высоты, с другого ракурса. Смотрим на Самару, посещаем живой уголок сказки. У нас 25 северных оленей. Наши северные олени находятся на Красной Поляне в Сочи. Мы поставляем корм на Красную Поляну в Сочи для северных оленей. Далее мы жарим кофе, едем на сыроварню, дегустируем сыры и посещаем осетровую ферму. Елена Петровна в своей презентации рассказывала, что Оксана Юрьевна приезжает к ним и рассказывает про осетра. А здесь мы едем на ферму самой Оксаны Юрьевны. То есть приезжаем и смотрим, как выращивают осетра, белугу и стерлиц. Она прямо их достает, показывает, как добывают икру. Про это только рассказываем, не показываем. Дегустируем икру, обедаем у них и отправляемся отдыхать дальше. Итак, коллеги, компания «Ульянки на прогулке». А, стоимость тура вы увидите в презентациях. Но лучше, конечно, запросить программу, чем смотреть ее на презентации. Запросить программу по тем контактам, которые указаны на почту. Любой мессенджер можете написать. Наши менеджеры оперативно отвечают. Компания «Ульянки на прогулке», туроператор «Мороль Трева». Меня зовут Татьяна. Промо-код, наверное, все запомнили, не запомнили. Пересмотрите. Если… А мы дадим вот промо-код. Если напишите «РЭД», он так и будет действовать. То есть у нас есть партнеры, которые очень много нас продают, у них комиссия 20%. Ну и для тех, кто вот сейчас дослушал до конца презентации, да. То есть он так и будет для вас действовать, он будет прописан в договоре. Я ответила на вопрос Ларисы Швецовой. Коллеги, если какие-то вопросы остаются, задавайте. Можете задать в чате, я отвечу. Если есть у вас свои программы, присылайте к нам. Если хотите запрашивать наши программы. То есть мы рады всех видеть Самарской области. А после меня выступает очень интересный спикер, тот, на кого мы ориентируемся. Вот мы работаем 7 лет, а этот спикер работает уже очень много лет. Мы, честно, не завидуем. Мы учимся у нее. И это Анна Павловна Тукмачева. Я ее хотела вам представить. И она со своими программами вам расскажет. Все. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Спасибо большое, Татьяне, что меня так хорошо представилась. Я с удовольствием послушала презентацию и уже сделала себе пометочки. Это здорово, когда мы друг у друга учимся. Ну и тоже традиционно прошу написать, как меня слышно. Ну и пока вы мне пишете, в ответ в нашем чате написала наши контактные данные, чтобы вы могли всегда с нами связаться. Спасибо, Татьяна, еще раз за представление. Действительно, наша компания почти 30 лет на рынке. И поэтому, на мой взгляд, почему должны вы работать именно с нами, почему, я думаю, у нас мало пока, к сожалению, партнеров из ближайшего зарубежья и мы должны ими прирасти, а вы должны получить свою пользу. Основное это то, что мы действительно занимаемся практически всеми направлениями приема в Самарской области и на Волге в том числе. Поэтому будем очень рады вашим запросам и готовы работать как по очень небольшим, так и по очень амбициозным запросам. Одно из самых наших любимых, наверное, направлений это Майс Туризм. Мы организовали очень много и международных, и всероссийских конференций, семинаров. К нам приезжали сюда партнеры из Турбизнеса, российские союз-индустрии, проводили бизнес-миссии. То есть наши возможности выходят только за рамки туристических услуг. То есть если к вам обращаются ваши партнеры, которые пытаются подобрать и бизнес-партнеров здесь и сделать такой таргетинг и именно в той области, в которой они работают, мы с этим с удовольствием занимаемся, участвуем практически во всех бизнес-объединениях, роторе, опора России, торгово-промышленная палата. И, конечно, организуем, чтобы ваше пребывание здесь было лучше, чем ваш бюджет. Вот то, чем мы гордимся, мы можем организовывать классные вещи за минимальные бюджеты для таких грандиозных задач. Быстро и качественно. Опыт у нас большой. Но я очень надеюсь, что новые слушатели, которые здесь присутствуют из нашего ближних стран, дружественных с Россией, конечно, слышали о таком направлении, как круизы по Волге. Сегодня, наверное, мы больше будем говорить о зиме. Но вот, например, 20% дополнительной комиссии следующая неделя по круизам на Волге из Самары. Надо понимать, что Самара – это центр круизного туризма. И можно совместить отдых в Самаре с круизами из Самары. И они традиционно пользуются большим спросом. И здесь тоже наше такое хорошее, я считаю, конкурентное преимущество. То, что мы работаем со всеми. Это более 20 теплоходов, которые ходят из Самары, из других волжских городов. И с удовольствием под ваши запросы. Сделаем, смиксуем пребыванию деловую или чисто туристическую программу ваших туристов с дальнейшим круизом по Волге. Это вот такой разный отдых, который действительно очень разнообразит пребывание здесь, в Самарской области вас и ваших туристов. Ну, а, конечно, индивидуальные вип-туры – это тоже одно из наших направлений. И действительно, здесь мы можем под запрос делать практически все. И очень часто, что идут к нам запросы, люди не понимают, и это совершенно понятно, где что расположено, какие возможности есть. И нам очень нравится по таким запросам работать, потому что мы не просто удовлетворяем как бы запрос, мы еще и корректируем, как выстроить логистику, где построить проживание, какой отель лучше подойдет, какой хуже. Потому что, ну, невозможно, находясь за даже 100, 200, а уж тем более 1000 или 2000 километров от территории, знать все нюансы и все подробности. Мы свой продукт за 30 лет изучили досконально. Мы гордимся тем, что мы уже эксперты в отрасли и учим других, но наше знание бескорыстно дарим. И надеюсь, что ваши вип-туристы, индивидуальные туристы тоже будут, соответственно, довольны, если мы с вами начнем сотрудничать. Но чуть позже я постараюсь, у меня очень большая презентация, постараюсь очень коротко пробежаться и рассказать обо всем аспектах. Ну, начну, наверное, с экскурсионного продукта. Мы единственные операторы в Самарской области, авторы национального туристского маршрута «Жигулевские выходные». И чуть позже расскажу о детских иммерсивных программах, в чем наша уникальность и фишка. Действительно, говоря про экскурсионные туры, я могу сказать, что это все оттенки «Жигулевского». Об этом можно говорить бесконечно. Нет такой возможности меня рассказать обо всем, поэтому я хочу рассказать про экскурсионные возможности Самарской области и, в частности, нашей компании на предмере национального туристского маршрута, который у нас существует в двух видах. Это сборный тур. И мы с удовольствием, добавив туда какие-то кейсы, сработаем с вами по вашей заявке как корпоративный групповой тур. И с этим мы тоже очень любим работать под вашу логистику, под ваши запросы, под корректировку той целевой аудитории, которая приезжает непосредственно к нам. Ну, как я уже сказала, этот тур существует как сборный тур. Вот здесь на слайде вы можете по QR-коду перейти на страничку непосредственного нашего национального туристского маршрута. Ну и повторю, подглядела у Татьяны. Да, комиссия от 15%. Пусть будет тоже кодовое слово RED. Я написала и в чате, здесь вы видите электронный адрес и телефон нашей Ксении, которая 24 на 7, по-моему, работает по приему групп. Если вы напишете, сделаете запрос, то мы вам обещаем 20% комиссию. Сегодня я сделаю акцент вот на заезде 4-6 января. Он самый близкий, он зимний. И буду комментировать, чем это отличается от летних туров. Ну, сразу хочу с чего начать. Мы компания, которая находится в Тольятти, и это наше конкурентное преимущество, потому что Самару показать, наверное, может каждый Самарской области, каждый туроператор. Мы же разработали национальные туристские маршруты. Вот здесь вы справа видите карту, которая максимально использует очень выгодную логистику региона. И так получилось, что в центре вот этой логистической цепочки по региону, регион очень компактно расположен, и в отличие там от той же Свердловской области и Сибири, вот этот тур построен так, что максимальный переезд – это 80 километров для туристов. Поэтому туристы действительно, хоть туры экскурсионные, действительно отдыхают в этом туре. И основные локации, которые мы используем, не буду сейчас рассказывать на слайдах, постараюсь вам это обозначить. Ну, давайте на примере, как мы договорились, 4 января заезд тура. Можно двумя путями попасть на этот тур. Ну, либо вы приезжаете на поезде. У нас сделан тур под московский поезд, который, сразу говорю, останавливается в Жигулевске. И прямо в Жигулевске мы берем туристов. Для чего? Для того, чтобы сократить время в поезде. То есть поезд очень хороший, 66-й двухэтажный. Но мы берем туристов с поезда. Дело в том, что зимний световой день, он небольшой. И мы стараемся вот как бы максимально в световой день показать максимальное количество достопримечательностей. Сразу оговорюсь, что тур очень насыщенный. Он такой как бы рекламный для туристов. Посмотрите, что больше всего нравится, вернуться еще. Поэтому вот для корпоративных туристов это можно разнообразить. Но особенность нашей области, что международный аэропорт Курумыч или Самара находится между городами Тольятти и Самары. Первая ночевка у нас в туре в Тольятти. Поэтому можно туристам приехать накануне. Либо самим разместиться в отеле, в котором они выбрали себе, либо разместиться в базовом отеле по хорошей цене. Это уже с нашим менеджером все забронируем и сделаем хорошую цену. И на утро 4 января экскурсионный автобус заедет в тот отель, где турист размещается и дальше уже отправится в Жигулевск за основной группой. То есть все моменты продуманы. Так получилось, я думала, кто-то до меня расскажет. Но, наверное, зима. Коллеги немножко побаиваются Самарской луки. Но это та же мчужина, которой мы очень гордимся тем, что ее показываем и в зимних, и в летних турах. Летом, я думаю, показывают все. Вот мы показываем зимой. Специально эту картинку на слайде поместила. Посмотрите, в чем же уникальность Самарской луки. Волга идет сверху, вот здесь на этой карте. И вдруг, казалось бы, необъяснимым причином делает вот такую петельку. И вот эта петелька, так называемая Самарская лука, и породила те удивительные вещи, связанные с фауной, флорой, даже с историей этой территории, потому что сюда как бы трудно было попасть кочевникам в древние времена, особым фольклором и, конечно, уфологией. Не могу, нет времени рассказать. Приезжайте вы, приезжайте ваши туристы. Действительно, это будет открытие. Именно в новогоднем туре 4 января у нас такой зимний open-air на Самарской луке, который мы называем жигулевским вкусом, потому что здесь в зимний период, когда можно любоваться горами, Волгой очень красивой, мы еще добавляем туристов для большего, такого лучшего восприятия, и еще вишневый глинтвейн, который здесь прямо вот с морозца они пробуют и наслаждаются нашими видами. Сразу хочу сказать, хоть это и экологический маршрут, то мы никогда не даем туристам замерзнуть, тем более здесь они посещают штольни. Штольни, там всегда температура плюс 10 зимой и летом, там, где живет самая большая популяция в Восточной Европе летучих мышей, посещают одно из самых красивых сел России, это официальный статус села Ширяева. И, наверное, здесь идет перекличка с туристами из Белоруссии, если у нас здесь есть такие операторы, потому что, наверное, свою жизнь такую яркую закончил Рейпин в Белоруссии, а свое место силы он получил вот как раз на Самарской Луке, именно здесь он создавал Бурлаков на Волге, то, что ему дало его известность. Ну и, конечно, гастрономическая тема продолжается, это и прекрасный ресторан, и настойка из жигулевской вишни, это уникальная вишня, которая растет только здесь. Это, конечно, и пирожки с жигулевской вишней. Гастрономия вообще присутствует как в этом туре сборном, так и в турах, которые мы принимаем от вас, как организованных индивидуальных туристов. Но помимо этого, где присутствует в туре гастрономия? Три-четыре дня. Четвертый день Сызрань – это дополнительный день. Его можно взять как до начала тура, так и после начала тура. При этом мы расскажем, как лучше построить логистику, как приехать, как отбыть из Самарской области. В Сызране – это мастер-класс по уникальному местному тортику. Конечно, стараемся в меню вставить волжское ухо. У нас приготовлены очень хорошие сувениры из сызранского помидора. Но про жигулевскую вишню я немного вам рассказала. Ну и, конечно, забегая чуть вперед, это жигулевский пивоваренный завод с уникальной историей, очень красивой. Он сейчас открывает свои двери для туристов, и можно индивидуальных сборных турах, к сожалению, они попадают на даты нерабочие. Туда нельзя посетить, хотя, конечно, мы идем на завод, в его дегустационные центры. У нас обязательно есть дегустация жигулевского пива. Повторюсь, жигулевское пиво – это только Самара, потому что все остальное – это ремейки. Сейчас я предлагаю вам поверить, а когда приедете, вы это поймете. Ну и даже замок Гарибальди – это тоже такое гастрономическое место, что это наш колбасный завод, и есть такая одноименная колбаса Гарибальди, которая очень вкусная. И даже по дороге из Тольятти в Самару, а я напомню вам, что герб Самары – это казан. Мы заезжаем вот на чудесные, вкуснейшие козьи сыры. Сама их обожаю, сама их покупаю, и наши туристы в неимоверном количестве покупают местную гастрономию. У нас есть правило, я сама возглавляю ассоциацию экскурсоводов, экскурсоводов с удовольствием готовлюсь за своих маршрутов. Всегда говорю, ни о одном гастрономическом бренде мы не говорим. Если туристы это не попробуют, а лучше купят. Поэтому стараемся как бы этому правилу соблюдать его, и ваши туристы уедут счастливые, с вкусняшками для себя и для своих близких. Вот мы с вами говорим только о первом дне тура, 4 января. Уже в первый день тура. Помните, я говорила, что он очень насыщенный? Мы уже начинаем знакомиться и с Тольятти, посещаем музей Автоваза. Хочу сказать, что музей Автоваза очень яркий, очень красочный. А для корпоративных групп и для детских групп мы еще предлагаем посещение производства спортивных и гоночных машин. Здесь уже в музее нам не страшно ранние сумерки, поэтому максимально программу мы наполнили. Ночуем мы в Тольятти. У нас отели 3 и 5 звезд. Вот Татьяна в своей презентации показывала прекрасный спа-центр. Вот 5 звезд отель. Он уже с этим спа-центром, включенным в стоимость, и туристы могут действительно не просто узнать много интересного, попробовать много вкусного, но и расслабиться в чудесном спа-комплексе. Многие сегодня говорили о замке Гарибальде. Это Тольяттинский объект, поэтому мы его посещаем при проживании в Тольятти, а с утра мы собираем вещи и выезжаем на экскурсионный день, чтобы закончить его непосредственно в Самаре. Причем в замке Гарибальде у нас существует такая традиция устраивать селфи-тур, и за эти лучшие фотографии, которые делают туристы, мы вручаем в подарок местную гастрономию. Ну и уже 4 января вечером мы приезжаем, 5 января, простите, на второй день тура мы уже приезжаем в Самару, и в этом туре, вот в новогоднем, у нас включен ужин. Как правило, в летних турах это завтрак-обед, в зимнем туре он праздничный, мы включили ужин. Ужин, конечно, с дегустацией жигулевского пива. Давайте очень быстренько пробегусь дальше, потому что остается буквально 2 минутки. В Самаре мы проводим, по сути дела, ночь-день, и недаром мы написали здесь на слайде продолжение следует, потому что очень рекомендуем туристам, и обычно так и делают. Мы показываем все самое лучшее, красивое, все музеи, достопримечательности, у нас отличные экскурсоводы, и рекомендуем остаться в Самаре, пройти ее ногами, она красива, она очень удобна, поэтому, ну, как бы пролонкируйте такое вот ощущение туристов. Отели выбираем, самое главное, с лучшей локацией, и меняем их, если они вдруг, хоть один отзыв пришел, недостаточно хороший. Напоминаю, что помимо вот этого сборного тура, присылайте заявки, я вам сказала, что 20%, если вы написаете Red, мы работаем с корпоративными клиентами, у нас есть несколько автомобилей LADA, брендированных, на которых мы работаем как раз с корпоративными клиентами, и наша фишка – это детские программы. Мы специально в этом году, переработав свой большой опыт по работе с детскими группами, сделали абсолютно новый продукт. Это иммерсивные детские экскурсионные программы, которые мы делаем из них уже туры. Пришлем вам по запросу, потому что все по-разному, кто на два, кто на три, кто на четыре дня хотят приехать. Делаем, предлагаем разные варианты. Посмотрите, вот в центре у нас какие прекрасные костюмы шиты для селфи. Это программа в гости к бродячим артистам в замок Гарибальде. Или слева, посмотрите, детки, как красиво пытаются натянуть лямки бурлаков с Ширяева. То есть вот такие иммерсивные. Или справа вот наш гонщик, Влада спортзаводия. Тоже туда приводим детки. Заключен договор, детям очень нравятся и красавцы-гонщики, и яркие, красивые машины. Вот здесь справа вы видите наши машины, которые мы делаем для индивидуальных туристов, предоставляем для вип-туристов, возможно, более высокого класса. И говоря о зимних турах, это, конечно, и Жигулевское море, вот о котором говорили, это чемпионат мира. Мы его обслуживаем и с удовольствием вас туда пригласим, как туристов посмотреть и попробовать встать на кайты. Или это не обязательно в эти даты, но мы можем такие программы предоставить. Фух, я успела. 14.00. К счастью, свой тайминг уложилось. Если нет вопросов, то пишите их в чат. Отлично будет, если мы с вами поработаем. Очень любим новые горизонты, от экскурсий до детских индивидуальных, майс-программ, круизов по Волге, национальный туристический маршрут и абсолютно ваши все запросы. Будем с удовольствием работать с вами. А я передаю слово своим коллегам для завершающей презентации. Пишите вопросы, в чате еще буду, с удовольствием отвечу. Спасибо. Что, здравствуйте. Наконец-то мы вышли в эфир. В завершении таких прекрасных презентаций Самарской области компании ВТК Тур в лице меня. Меня зовут Кадетина Олеся. И моей коллеге Марии, которая тоже присоединится к нам. Здравствуйте. Попозже. Мы расскажем немножечко о своей компании, чем мы занимаемся. Ну а сейчас я бы вам хотела сделать такое вот приветственное видео, чтобы вы имели представление немножечко о нас. Всем привет! Вас приветствует компания ВТК Тур. Сегодня мы хотим познакомить вас с нашим автопарком. Пока видео приближается, как раз я скажу, что одна из самых крупных компаний для нас. Это Светлая Самарская область. Помимо этого, мы с нами с Казахстаном. Мы с нами. Ижимäng Светлаяام. Мы с нами. Это Светлая. Мы с Казахстаном. Мы с нами. –иса. – субт cheesecake. Мы с вами. Мы с вами. Мы с вами. Она壓adel. Да, я поняла, что из-за видео плохо видно. Продолжим с нашей презентацией теперь знакомить. Итак, еще раз. То есть мы транспортная туристическая компания, ВТК Тур. В нашем парке вы видели, что достаточно много экскурсионных автобусов, поэтому мы с легкостью организуем для вас прием ваших групп. Итак, чем же мы занимаемся? Видео не видно? Хорошо, да, почему-то не подзагрузилась, не понимаю, почему. Мы ничего страшного расскажем. В нашем автопарке более 25 автобусов туристического класса. Это автобусы от 50 посадочных мест и заканчиваем микроавтобусами, очень комфортными, люкс-вип-класса. Поэтому на любое количество человек с легкостью организуем встречу в аэропорту, на ЖД вокзале, на ночном вокзале. То есть это не проблема. Также в нашем автопарке есть уникальный автобус. Он сейчас как раз представлен на фотографиях. Вот с правой стороны его видно. Это автобус с кабриолет. Он совершенно без крыши и без окон. Курсирует он у нас по городу с экскурсией, с аудиогидом. Этот проект был запущен в прошлом году совместно с Министерством туризма Самарской области. Это достаточно большой проект, дорогостоящий проект, но пользуется большой популярностью. Возможно, вы встречали подобные автобусы двухэтажные, красные. Это в Москве и в Санкт-Петербурге видели. Вот у нас в Самаре мы собственными силами запустили вот такой вот уникальный автобус. Туристы, кто даже по одному, по два человека приезжают в Самару, пользуются данной услугой. Экскурсия прекрасная, интересная. Будем рады вас вообще даже увидеть на ней, пригласить и показать лично. Стоимость билета в российских рублях – это 700 рублей с человека. Это полуторачасовая экскурсия. И 500 рублей – это дети, пенсионеры, инвалиды. То есть, в принципе, стоимость экскурсии достаточно недорогая, поэтому ей могут воспользоваться абсолютно все. Маршрут проходит у нас городской. То есть, это как раз карта представлена на слайдике. От речного вокзала. Это удобная такая развязочка. Приходит круизный лайнер, туристы с теплохода выходят, садятся на автобус. И вот проделывают такой потрясающий круг по исторической части города. Он не особо большой, но здесь мы захватываем все основные достопримечательности Самары. В первую очередь мы проезжаем практически, не практически, а по всей линии пляжа. Отмечу, что в Самаре прекрасный городской пляж. Поэтому в этом году туристы, которые приезжали к нам, были очень довольны тем, что даже не поехали на море, а оказались здесь в Самаре и в черте города прекрасно отдохнули. Пять километров пляжей, пять километров набережной, которая прерывается нашим прекрасным Жигулевским пивоваренным заводом, где можно утолить жажду как лимонадами, так и другими напитками. Поэтому в летний сезон Самара – это прекрасный курорт, который может заменить наш Краснодарский край. И прекрасная река Волга, между прочим, которую очень вам рекомендуем увидеть и посмотреть. Да, по поводу, так как мы транспортная компания, естественно, мы очень много работаем с детскими группами, соответственно, перевозка детей для нас – это абсолютно наши стихии, так скажем. Поэтому если у вас есть какие-то детские группы, детские запросы, то есть это к нам. Это к нам, потому что автобусы абсолютно все оснащены, чем необходимо. Это ГЛОНАСС, это спутниковая навигация. Ну, по технике безопасности здесь коллеги не дадут соврать, потому что работаем со многими нашими туроператорами, которые сегодня были представлены здесь. Они знают наше качество автобусов, наших водителей. Поэтому спасибо им за доверие и очень надеемся, что и вы оцените качество тех услуг, которые мы и наши коллеги готовы предоставить по территории Самарской области. Но самое главное, что мы хотим в преддверии зимы, сейчас в Самаре уже выпал снег практически уже немножечко, поэтому в преддверии зимы мы, конечно же, хотели бы презентовать нашу новогоднюю программу, такую в Самару за мечтой. Именно здесь, в нашем таком купеческом городке, можно исполнить мечту, даже не можно, а нужно. Поэтому сейчас Мария тоже присоединится, и мы вам расскажем про нашу новогоднюю программку. Да, в Самаре за мечтой. Маша, да, наверное, продолжила. Да, здравствуйте, коллеги. Хотелось бы действительно пригласить в наш город вас, ваших туристов, потому что Самара, как уже говорили, привлекательна не только летом, но и зимой. У меня есть своя изюминка, заснеженная в Болжске город. Это действительно мечта побывать в этом городе. Ведь Новый год и зима вообще – это отличное время для путешествий, чтобы сбывались все мечты, да, как дети, так и взрослые верят в это. Мало кто знает, но у нас в Самаре живет синяя птица, которая исполняет все желания. Поэтому всех ждем в Самаре за исполнением желаний и любит им всех мечт. Мы готовили трехдневную сборную программу «Самара за мечтой», которая включает в себя, как и посещение города Самарсимова, выезд за город также мы выйдем. Первый день мы гостей собираем в гостинице. Гости прибывают в гостинице «Бристоль Жигули», находятся в центре, в историческом центре города, да, на одной из главных площадей Самары. Рядом также находится наш самарский Арбат, улица Ленинградская. И основные достопримечательности. Гости прибывают как через ЖД, так и самолеты можно к нам прилететь. Дополнительно можно заказать транспорт в дополнительной программе. Общий сбор также в гостинице. У нас будет такая приветственная встреча с игристым, с небольшими подарочками. Гости также получат маленькие задания, которые по желанию можно будет исполнить, и за что, соответственно, тоже получить призы. Далее мы отправимся на обед в одном из ресторанов города с видом на прекрасную улицу Ленинградскую. И поедем оттуда уже знакомиться с зимней Самарой, которая будет украшена уже к этому времени новогодней иллюминацией. Побываем с вами на одной из крупнейших площадей Европы, площади Куйбышева. Загадаем желания у главных елок, а на минуточку их у нас целых семь, поэтому точно, наверняка, все желания сбудутся. Ну и, соответственно, посетим один из красивейших наших музеев. Это музей Модерна. Это особняк в стиле модерн, который подарила своей жене Сандре Курлиной, исполнив тем самым ее мечту, мечту любой женщины, вот этот дом. Красивая особняк. Красивая особняк, да. Далее нас с вами ждет мастер-класс в творческом пространстве, где мы уже как-то воплотим наши фантазии, наши мечты в реальность, сделаем так своими руками сувенир новогодний. И также для вдохновения с игристым шампанским, с игристым напитком и легким закусом. Далее свободное время. Второй день у нас уже более активный. Мы посетим с вами так вот тоже, уже сегодня про него много говорили. Замок Герибальди, изюминка Самарской области, такой сказочный зимний замок, который действительно напоминает замок из мультиков или фильмов, Хогвардс, например. То, что устроен такой легкий опен-эйр, да, с Глинтвейном. И после этого отправимся в загородный комплекс «Маламут-клуб», где нас ждет активная программа. Покатаемся, пообнимаемся с самыми добрыми собаками хаски. Нас встретит якутский Дед Мороз, где также проведет нам активную программу. Победаем мы на территории комплекса. И далее заедем на одну из самых красивых площадок, обзорных за поделом города. Это вертолетная площадка, которая точно так же будет ярко украшена к Новому году. Ну и, соответственно, один из пунктов обязательных для пребывания в Самарской области это наш Жигулевский поваренный завод. Побывать, не побывать на дне, не попробовать пенных напитков жигулевских, это гастрономическое преступление. Одно это у нас, многие же не знают, что такое дно. Одно это достаточно культовое место в Самаре. Это так называется у нас бар при Жигулевском пивоваренном заводе, который никогда не пустует. Он постоянно, то есть летом, зимой, осенью. Это просто культовое место. И называется он бар на дне. Там есть ВИП-зона, да. То есть если у вас в программе с вами в тур приедут детки, для них будет отдельная программа, также там же с жигулевскими лимонадами, потому что мало кто знает и не ассоциирует Жигулевский пивоварензавод с лимонадами. Там действительно надо производить вкусные лимонады чудесам марки. И для детей, соответственно, с лимонадами, вкусными угощениями будет отдельная программа. А пиво, кстати, да, вот Алексей кричит, да, пиво. Алексей, это их пять сортов, поэтому приезжайте, вас ждем лично. Дегустация, да, будет сопровождаться с рассказом. Вам расскажут все про производство. Вы сможете задать любые вопросы, да, чем отличаются сорта друг от друга, да, и вообще какая норма есть в употреблении, как конвакана, да, который основал наш пивоварензавод, определил, какую меру. Вот, все это и многое другое, вы знаете, посетив наш легендарный бар на дне Жигулевского пивоварензавода. Соответственно, дальше третий день, ну вот второй день у нас такой самый насыщенный, плотный, и в третий день уже он более лайтовый. Мы завтракаем, да, в отеле, высыпаемся, отдыхаем. И уже выезжаем из номеров, речь можно будет оставить либо в камерах хранения, либо взять с собой в автобус. Отправимся с вами в наш комплекс, который активно работает, начал работать в этом году, и представилась зимняя программа. Это этнопарк дружбы народов. Действительно, там более 20 подворьев национальных. Они в этом году тоже подготовили массу интересных событий, мероприятий. Их каждое подворье встретит со своими национальными Дедоморозами и снегурочками. Мы пройдемся, да, подзорные экскурсии по этому этнопарку. Активно, весело проведем время с Дедоморозами, с национальными Дедоморозами и снегурочками. И попробуем национальные блюда. Естественно, дегустация национальных блюд, вкуснейшего плова. Далее отправимся, да, прогуляемся по нашей Самарской набережной. А зимой она не менее привлекательна, учитывая, что на ней заливают огромный каток. Если зимой, если летом это песчаные пляжи, то зимой это длинный, самый большой, наверное, каток. Вот. И поищем нашу синюю птицу, да. Мы побываем везде, поищем ее в разных уголках нашего города и за ее пределами. И в конце концов, да, как и в итоге, в итоге мы... Такой спойлер, мы ее встретим. Может, помним, зачем мы попали в Самару на Новый год. Загадаем самое-самое наше заветное желание. Надеюсь, что одно из них будет вернуться в Самару вновь, уже в другие сезоны. Летом. Летом обязательно, да, нужно побывать тоже здесь. И прощаемся в Самару. Да, ну и по стоимости, самое главное, да, по стоимости тура. 17 900 для взрослых. 19 700, да. Для взрослых 16 000 для деток. Проживание входит... В стоимости входит проживание в гостинице двое суток, с завтраками, экскурсионное обслуживание, все билеты во все объекты посещения, мастер-классы, ЖД-билеты и трансферы, это уже дополнительно, то есть туристы сами оплачивают. Но вот трансфер можно дополнительно заказать, как бы, по услугам. Если необходимо будет остаться, допустим, в городе или приехать заранее, если по логистике не очень удобно, то точно так же можно долго ночь и заказать в отеле, да. То есть это вообще не проблема. Поэтому под любой запрос, под вашему, конечно же, готовы принять и рассмотреть. Потому что, честно скажу, с коллегами из России мы работаем, со странами СНГ еще не разу, поэтому было бы очень круто что-то вместе сделать. Мы открыты, да, к сотрудничеству. Любое ваше предложение, вы можете направить наши контакты, указанные. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. Будем рады сотрудничеству. Да, мы молодая компания, у нас молодой коллектив. Мы достаточно творческие, очень веселые ребята, ребята, поэтому будем рады. Но помимо этого, наша компания работает официально с 2004 года, поэтому есть опыт, есть с чем поделиться, поэтому вы будете в надежных руках. Все, наши контакты у вас перед глазами, QR-код, который переведет вас на наш сайт. Спасибо вам всем огромное за внимание. Это действительно было очень классно в наше время поучаствовать в такой онлайн-выставке, не выезжая за пределы города и не выходя из стен своего офиса в рабочее время. Спасибо коллегам из ProfiTravel за такую возможность прекрасную. Очень жалко, что не загрузилось наше видео, но я надеюсь, что вы перейдете на наш YouTube-канал и посмотрите, что у нас там. Спасибо Пастуристическому инклюзионному центру Самарской области за то, что предоставили такую возможность презентовать нашу программу. Да, коллеги, если у вас есть какие-то свои предложения по вашим регионам, отправляйте. Мы просто открыты к сотрудничеству и очень будем рады с вами увидеться. И ждем вас в Самаре. Спасибо всем огромное.